Друзья, всех приветствую! Мы продолжаем наши видеоролики с разборами серии видеоигр на лучшие и худшие вещи. И сегодня мы наконец-то поговорим о такой серии видеоигр, как Resident Evil. Вспомним и обсудим лучшие вещи в каждой игре этой серии, за исключением некоторых спин-оффов, некоторых отвлитлений, которые не относятся к основным частям. Потому что их безумно много, и во многие из них я не играл. Я играл только в основные части Resident Evil, начиная от первой, заканчивая восьмой. В любом случае, вы можете сами в комментариях написать мне самые лучшие вещи в каждой игре этой серии на ваш личный взгляд. Помните, что сегодняшнее видео это лично мое мнение, мое субъективное мнение, и оно скорее всего отличается от вашей оценки каждой игре этой серии. Надеюсь, что это всем понятно. Если так, то мы в принципе начинаем, но для начала не забудьте поставить лайк и на канал подписаться. Помните, что только от вашей активности зависит следующее видео с разбором худших вещей в каждой игре этой серии. Заранее всем спасибо, и поехали, но после небольшой рекламы. Покупать игры для консоли PlayStation рекомендуют только в магазине SG Shop. Благодаря SG Shop вы можете купить любую игру на турецкий аккаунт для вашей консоли PlayStation по весьма выгодной цене. На сайте магазина очень удобный поиск нужной игры по фильтру, причем как в десктопной версии сайта, так и в мобильной. Очень удобно, что цены синхронизированы с официальным магазином PSN, и если в PSN на какую-либо игру действует скидка, то скидка автоматически появляется и на сайте. Например, сейчас в PSN большие скидки на многие крупные проекты. Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Red Dead Redemption, Assassin и многое другое. И все эти скидки также действуют на сайте SG Shop. А чтобы вам было удобно следить за актуальными акциями и скидками, то подписывайтесь на их телеграм-канал, в котором публикуются все выгодные предложения на данный момент. Ну и бонусом, специально для вас действует скидка в 3% по промокоду веселов на все предложения в данном магазине. Ссылочка на сайт и их телеграм-канал будут в описании к этому видео. Итак, первые три части серии игр Resident Evil друг от друга-то не особо сильно отличаются. Это очень схожие по геймплею, по структуре игры и отличаются в основном только сюжетом и какими-то мелкими деталями. Но именно в этих мелких деталях и кроется вся суть. И из-за них эти игры ощущаются и воспринимаются совсем по-разному. К примеру, Resident Evil 1. Как по мне, в этой части одни из самых лучших головоломок в серии. Да и в принципе, Resident Evil 1 это одна из самых сложнейших игр в этой серии. Понимаете, Resident Evil 1 тебя за ручку не водит, не показывает тебе что, куда и как. Нет, тебя просто выбрасывают гучу событий и делай здесь что хочешь. Учись сам стрелять, учись сам разгадывать загадки, учи карту, запоминай ее, рисуй на листочке. В игре карты никакой нет. Тебе нужно самому продумывать каждый свой шаг, куда тебе идти, в какую где-то уже был, где тебя не было, где что лежит, где какой предмет тебе нужно найти. И плюс к этому у тебя ограниченный инвентарь, ограниченные патроны, ресурсы. И все это вкупе делает игру очень сложной. И мне это безумно нравится. Пускай я игру проходил реально с трудом, все-таки у меня уже такой, знаете, зумерский мозг. Но я не говорю, что это делает игру хуже. Наоборот, эта так называемая сложность, она позволяет игроку поставить себе челлендж. А смогу ли я такую игру пройти, а смогу ли я все это запомнить, а смогу ли я правильно распределить свои ресурсы, решить себе головоломки. И честно, мне такое нравится. И как по мне, этого не хватает во многих современных видеоиграх. Поэтому для себя лично я решил, что для меня лучше в этой игре, это вот эта вот абстрактная сложность, так называемая. И все последующие игры серии Resident Evil стали куда проще. Даже тоже прямое продолжение Resident Evil 2, хоть и структурно очень сильно похоже на первую часть, то есть здесь также есть и головоломки, и дефицит ресурс, также вся карта это большой один лабиринт. Но игра ощущается гораздо легче, и я думаю, что с этим никто не будет спорить. Но лично я люблю Resident Evil 2 совсем за другое, потому что Resident Evil 2 это игра, которая подарила нам такого потрясающего персонажа, как Леон Скотт Кеннеди. Я не буду себя обманывать, мне чертовски нравится этот персонаж, как и многим другим, в принципе. Это очень добрый и хороший парень, с хорошо прописанной историей, и любому игроку очень просто с ним себя ассоциировать. Как по мне, у этого персонажа самая интересная и самая хорошо прописанная история во всей серии этих игр. И за этой историей очень интересно наблюдать, точно так же, как за его отношениями с Адой, с отношениями с другими персонажами, с разными врагами, с разными доп-персонажами. Короче говоря, как по мне, в Resident Evil 2 лучшее, что было, это появление такого прекрасного персонажа. Следующая игра этой серии Resident Evil 3 запомнилась многим игрокам именно антагонистом, а именно Немезисом. Персонажем, который тебя преследует на протяжении всей этой чертовой игры. И я в принципе не буду исключением, Немезис это лучшее, что было в этой игре. Каждая стычка с данным врагом тебя либо раздражает, либо тебя пугает. Проходя эту игру первый раз, ты буквально молишься богу, чтобы эта тварь не появилась из-за угла и тебе не приходилось с ним сражаться. И да, как я уже сказал, порой он просто-напросто тебя раздражает, тем же тебе приходит тратить на него свое время, свои ресурсы. Но в этом же и фишка этого антагониста, что он всегда появляется тогда, когда ты его не ждешь. И он буквально высасывает из тебя ресурсы и твои нервы. Для этого в принципе он создавался, чтобы создавать некое напряжение для игрока. И знаете, это неплохо работает. К тому же у тебя всегда есть выбор, либо с ним сражаться, либо от него убегать. Если ты от него убегаешь, то ты вроде как экономишь некоторые ресурсы, патроны, аптечки и так далее. Но при этом ты пропускаешь интересную локацию, на которой возможно были бы какие-то другие ресурсы. Но ты убежал и ты их пропустил. И чтобы такого не происходило, тебе приходится с ним сражаться. Но не всегда на локациях есть другие ресурсы. И возможно ты уйдешь в ноль. А возможно в минус. А возможно в плюс. Как говорится, как повезет. Говоря одним словом, ебаное казино. Ебаный рот этого казино. Но это интересная механика. И пожалуй лучшая механика в Resident Evil 3. Resident Evil Code Veronica. Лучшая вещь в этой игре, это ее баланс. Resident Evil Code Veronica. Самая балансная игра из всей серии Resident Evil. Сейчас объясню, о чем я говорю. Смотрите, лагерь фанов серии игр Resident Evil у нас разделился на два лагеря. Первый лагерь это те, кому нравятся более такие старые игры. Где более такой размеренный, неторопливый геймплей. С исследованием, с небольшим количеством хоррор моментов. А есть другие фаны, которые нравятся более новые части. В которых больше экшена, больше перестрелок. Более бодрый и менее замудренный сюжет. Я отношусь наверное больше ко вторым, чем к первым. И вот лично мне первые части Resident Evil не особо-то сильно нравятся. Мне больше нравятся там четверка, пятая, восьмерка. В них, как я сказал, уже более такой драйвовый что ли геймплей. Но Resident Evil Code Veronica совмещает себе как, скажем так, новых фанатов игры и, скажем так, старых фанов. Потому что в этой игре очень хороший баланс. Как баланс экшена, так и баланс вот этого самого исследования с хоррор моментами. Игра вроде как, на первый взгляд, придерживается вот первым трем частям. С неторопливым геймплеем, с медленными врагами, с дефицитом ресурсов. Но с другой стороны, этого всего стало куда меньше. И как ни крути, появилась некая бодрость в геймплее. Потому что стало больше ресурсов. Пускай враги, они также медленные, но их стало побольше. В игре также есть элементы следования, есть головоломки. Но многие из них не обязательные. И если ты не хочешь их решать, то можешь не решать и все равно пройти игру. И это все может понравиться как новым фанам, так и старым. Так-то игра ничего нового в серию не принесла. Это просто типичный резидент, но он, скажем так, реально балансный. И этот баланс, это лучшее, что есть в этой игре. Ох, мой любимый Resident Evil 4. За что только я не люблю эту замечательную игру. Но есть в этой игре то, из-за чего я никогда не перестану эту игру перепроходить из раза в раз. Я не шучу, с момента выхода игры Resident Evil 4 я его перепроходил. Ну, даже не сосчитать сколько раз я его перепроходил. К сожалению, после выхода ремейка, все-таки мой интерес перешел именно к улучной части. Потому что эти игры, они очень схожи. И мне все-таки поприятнее играть именно в ремейк. Но все равно четверочку я не забуду никогда. И чем же эта игра меня так цепляет? Здесь все просто структурой своего геймплея. Смотрите, в этой игре ты выступаешь в роли некого дирижера. Потому что ты буквально сам лично диктуешь кому, что и как делать. Как своему персонажу, так и своим врагам. Каждый бой в этой игре это по сути некий танец. И ты в этом танце являешься ведущим. И решаешь как именно этот танец пройдет. Быстро, медленно, в каких местах, в каком ритме и так далее. Тут главное это правильно использовать свой арсенал. И правильно использовать механики в этой игре. И учитывать многие тайминги. Чтобы грамотно сдерживать и уничтожать толпу зараженных. Плюс к этому в игре прекрасная система исследования локаций. Прокачка уровня. Прокачка персонажей. И самое главное, что каждая из этих механик, она дополняет друг друга. И одно без другого работать не будет. Убери отсюда прокачку оружия. Все, это будет уже другая игра. Убери из этой игры нож. Все, это будет уже другая игра. Я не могу сейчас разжевывать вам всю механику, каждую структуру разбирать раздельно. Как она связывается, дополняется с друг другом. Потому что это разговор, ну, минимум минут на 20-30 точно. Если вам такое интересно, то ставьте лайк. Я сделаю такой разбор. Мне, в принципе, не сложно. Это довольно интересная тема. Но ваши лайки покажут, интересно это вам или нет. Поэтому ставьте, я обязательно сделаю. Но сейчас об этом говорить, честно, времени нет. Просто знайте, что для меня в Resident Evil 4 самое лучшее, это вот именно структура геймплея. Как каждая часть дополняет друг друга. И одно без другого работать не может. Это просто потрясающе. Да и в принципе, я считаю, что геймплей Resident Evil 4, это эталон хорошего, бодрого, интересного геймплея. Который держит игрока всегда в тонусе. Следующая игра, это Resident Evil 5. И лучшее, что есть в этой игре, это ее кооператив. Resident Evil 5 показал, что в некоторые игры нужно играть именно со своими друзьями. Потому что играя в эту игру одному, тебе возможно будет не так интересно, как если бы ты играл со своим другом. Resident Evil 5 это отличный тому пример. Сама игра Resident Evil 5 не особо-то интересная. Здесь разработчики сильно ушли в экшен. Даже на фоне Resident Evil 4 игра смотрится куда хуже, куда менее масштабней. Но кооператив в этой игре, он прям вот все вытаскивает. Все проблемы перекрываются именно кооперативом. Я надеюсь, что в будущем ремейке Resident Evil 5, если он вообще будет, там оставят эту систему кооператива. Ну, либо игру нужно будет полностью перерабатывать, чтобы в нее можно было играть одному. И это было более-менее интересно. Далее идет Resident Evil 6. И лучшее, что есть в этой игре, это ее экшен-составляющая. Дело в том, что с Resident Evil 6 разработчики зашли в тупик. И не знали, как дальше развивать эту серию видеоигр. И Resident Evil 6 получилась не самая интересная, не самая, чтобы лучшая игрой. Но, как ни крути, экшена у игры не занимать. И моменты экшена, то, как она бодро себя чувствует, то, как классно здесь бегать стрелять. Здесь, как бы, ну, мне кажется, бесспорно. Это лучшее, что есть в этой игре. Resident Evil 7. Ох, с этой игрой у меня очень сложные отношения. Так получилось, что с самого выхода этой игры, я ее вообще не излюбил. Подробнее почему, мы поговорим уже в видео про худшие вещи в каждой игре Resident Evil. Кстати, подписывайтесь, чтобы это видео не пропустить. В общем, как бы мне не нравилась эта игра, я не могу не выделить попытки Capcom переработать и переосмыслить серию Resident Evil. Как я уже сказал, на шестой части разработчики поняли, что серия зашла в тупик, им нужно было идти на этот шаг, на шаг переосмысления. И Capcom красавцы не засали и пошли на такой отчаянный шаг и полностью переработали структуру игры Resident Evil. Resident Evil 7, это было действительно что-то новое в этой серии. Да, оно понравилось не всем, таким как мне, например. Тот же вид от первого лица, мне кажется, не самое лучшее решение для такой игры. Но как ни крути, все эти изменения и такой смелый шаг уйти от привычной структуры Resident Evil, чтобы переосмыслить свою серию, он пошел серии на пользу. Не знаю, как это правильно описать, но пожалуй лучшее, что есть в Resident Evil 7, это попытка переосмыслить всю серию Resident Evil. Отчего впоследствии мы все только в выигрыше. В Resident Evil 2 и 3 ремейк я выделю следующее. Это возможность насладиться двумя культовыми играми серии Resident Evil, а именно второй и третьей частью. Оригинальная вторая и третья часть уже слишком сильно устарели, чтобы новые игроки смогли в них играть. Ну, сложно современному игроку в такие игры сейчас играть. Но вторая и третий ремейк, они позволяют новым игрокам насладиться этим потрясающим сюжетом, потрясающим неторопливым геймплеем, прикоснуться, скажем так, к играм-основательницам вообще всей этой серии и изучить историю знакомства с такими культовыми персонажами, как Ада Вонг, Клэр Редфилд, Леон Кеннеди, Джилл Вэлентайн и так далее. Да, в этих играх было много изменений, особенно это касается третьей части, но как ни крути, я безумно рад, что существуют эти ремейки и многие новые игроки, в том числе и я, смогли ознакомиться с оригинальной историей Resident Evil 2 и 3. Ну что же, мы выходим на финишную прямую и перед нами Resident Evil 8. И тут я, честно признаться, очень долго думал, а что же мне в этой игре больше всего хочется выделить? Уровень с Леди Димитреско, потому что, ну, очевидно, эта игра запомнилась многим именно благодаря Димитреско, ее образу, ее уровню, ее дочкам, этим тремя сестричкам, но все-таки я отдам предпочтение именно уровню с Донной Беневьенто. Надеюсь, я правильно сказал. Как ни крути, уровень с Беневьенто, он очень сильно выделяется, и в принципе для меня он больше всего запомнился, и я всегда, когда вспоминаю Resident Evil 8, у меня именно всплывает именно этот уровень, который, честно признаться, меня напугал до усрачки. Понимаете, мне очень сильно нравятся игры серии Outlast, в этих играх у тебя нет возможности стрелять, драться, у тебя есть возможность только убегать и прятаться. И тебя всегда кто-либо ищет, всегда происходят какие-то неожиданные события, и вся атмосфера, она на тебя давит. И вот этот уровень, он мне сильно напомнил Outlast, потому что в этом уровне у тебя нет ни оружия, у тебя все забирают, окружение всегда меняется, и это тебя пугает, напряженная музыка, напряженные какие-то звуки. Потом появляется какой-то малыш переросток, гомункул, или вообще что это, и ты от него убегаешь в пупыхах, не понимаешь, что делать. Это безумно интересный драйвовый, я бы сказал, и безумно страшный уровень. Жаль, что он был очень короткий, но он был безумно запоминающийся, отчего для меня этот уровень это лучшее, что есть в Resident Evil 8. Ну и напоследок, Resident Evil 4 Remake. Я сходу вам скажу, что самое лучшее, что есть в Resident Evil 4 Remake, это ее неожиданности. Сейчас объясню, что я имею в виду. Смотрите, когда разработчики делают ремейк какой-либо игры, они всегда опираются на первоисточник, и особо никогда не меняют главные, там, ключевые события в игре. Так было всегда, и так, наверное, всегда и будет, что, ну, чувак, который играл в оригинал, он всегда предскажет, что будет в ремейке. И так, в принципе, всегда и происходило. Что со второй частью, что с третьей, что, в принципе, с другими ремейками других видеоигр. Всегда все предсказуемо. И ты всегда знаешь, что где и когда ожидать. Но только не в Resident Evil 4 Remake. Смотрите, в оригинале, когда мы возвращаемся в деревню, мы просто ее проходим, и как бы, все, идем дальше. В ремейке, когда мы возвращаемся точно так же в деревню после какого-то там уровня, мы все как обычно идем, ничего не происходит, и тут, бац, рушится башня. И на этом моменте офигели все игроки, которые играли в оригинальную часть. Потому что это было настолько неожиданно, потому что ремейк как бы шел, ну, ровень-ровень с оригиналом. Да, какие-то там локации отличались, но плюс-минус события, они, ну, друг друга соблюдали свою последовательность. Здесь же просто ни с того ни с сего рушится башня, и этого ты, ну, никак ожидать совершенно не можешь. И так происходит на протяжении всей игры. Ведь играя в оригинал, ты примерно представляешь, что тебя в будущем ждет. И как бы оно так и есть, все ключевые события, они соблюдаются. Но, бац, и случается какое-то такое необычное событие, и ты не понимаешь, а что тебе, черт возьми, делать? И я еще не говорю про уровень с регенераторами. Смотрите, в оригинале есть такие враги-регенераторы, и у них есть уязвимые места, которые нужно определять с помощью специального прибора. И в оригинале данный прибор ты находишь сразу же, как встречаешь этого мутанта. Но в Resident Evil 4 ремейк, почему-то его нету сразу, когда ты находишь этого самого регенератора. И представьте мое лицо, когда я бегал минут сорок и не мог понять, а где, черт возьми, этот ебучий тепловизор? Я реально бегал минут сорок и не мог найти тепловизор. И я такой не один. Я смотрел другие обзоры, точнее, другие прохождения, и там точно так же игроки бегали и не подъебали, а где, черт возьми, тепловизор? Оказывается, разработчики решили так подшутить над фанами игры и засунули его только там спустя сорок минут геймплея. Это было просто, это был такой для меня шок, когда я узнал, что его там нет. И вот так вот понимаете всю игру. Игра сверхнепредсказуемая, сверхнеожиданная даже для фаната из-за дрота четвертой оригинальной части. Но за это я и люблю ремейк четвертого резидента. Ну и в общем, ребятки, мы с вами сегодня вспомнили каждую основную часть серии игр Resident Evil. И я рассказал вам о своих лучших моментах в каждой из этих игр. Разумеется, у вас есть свое мнение и для вас в каждой игре свои лучшие моменты, лучшие вещи, лучшие впечатления от каждой из этих игр. Если вам хочется, вы можете поделиться в комментариях своими лучшими моментами в каждой игре или просто написать свою любимую часть из серии Resident Evil. Мне очень интересно узнать, ваше мнение совпадает, но с моим или нет, поэтому пишите, не стесняйтесь, я все читаю и намного еще отвечаю. А на этом, в принципе, ребятки, все. Если вам это видео понравилось, то ставьте лайк и на канал подписывайтесь, ведь в скором времени выйдет ролик с худшими вещами в каждой игре серии игр Resident Evil. Поэтому подписывайтесь, чтобы его не пропустить. А на этом все, с вами был Виталий Веселов, всем удачи, ребятки, всем пока, пока-пока.